Вечерняя информационная программа на телеканале Хабар 24. С вами Альфия Хайдарова. Добрый вечер и вот главные темы дня. В Актюбинской области проводят рейды по школам, а в Туркестане патрулируют улицы. Какие еще меры примут, чтобы остановить подростковую агрессию? Террористические организации выбирают новые методы ведения войны. В зонах конфликта находится более 300 граждан Казахстана. Протесты в Венесуэле не утихают. Введен новый пакет санкций. Ходят слухи, что США рассматривают возможность ведения войск в Колумбию. О социально-экономическом развитии в Восточно-Казахстанской области доложил сегодня Нурсултану Назарбаеву Аким Региона. Президент указал на положительную динамику роста некоторых экономических показателей. Отдельно глава государства акцентировал внимание на качественную реализацию программы Рухани Жанхару и развитие туристического потенциала области. В свою очередь Даниил Ахметов привел некоторые цифры. Например, объем ВВП увеличился на 104%. Промышленность выросла до 180%, сельское хозяйство до 107%. Кроме того, Даниил Ахметов проинформировал президента о предпринимаемых в регионе мерах по повышению качества предоставляемых услуг населению в сфере здравоохранения. В 2015 году мы провели анализ здравоохранения на предмет обеспеченности оборудованием четырех направлений. Онкология, кардиология, материнство, детство, травмопрология. Мы решили следующее, что оснащение оборудования должно параллельно двигаться по вот этим четырем направлениям. Мы разработали трехуровневую систему обучения врачей. Первый уровень, Горстант Анатольевич, полтора года в течение двух лет 3108 врачей обучили в Семейском университете. Второй уровень проведено 47 мастер-классов приглашения на зарубежных специалистов. Это наши лучшие врачи, у них учились. И третий уровень. Каждый год по 70 врачей за два года 153 врача. Нагрузка на врачей у вас высокая? Значит, нагрузка на врача сейчас средне-республиканская, но мы хотим, чтобы они обладали большими навыками и знаниями. Поэтому 153 врача, Горстант Анатольевич, мы обучаем в течение двух лет. И каждый год по 70 врачей обучаем в Англии, в Польше и других европейских странах на три и более месяца. И этот тренд, Горстант Анатольевич, будет продолжаться. Наша задача довести таких врачей до 300. В этом году, Горстант Анатольевич, все 19 главных врачей районов и городов поедут обучаться в Европу. Вместе с тем, Аким региона также доложила о проделанной работе в сферах образования, водобеспечения, строительства нового жилья и благоустройства населенных пунктов. Это наши лучшие врачи. Аналогично казахского языка и русского языка. При этом мы сегодня видим, что если три года назад лишь 4% учителей обладали высоким уровнем знаний, сегодня это 44%. В ближайшее время большинство учителей будут обладать высоким уровнем знаний. Глава государства, безусловно, акцентировал внимание на повышение качества жизни именно в этих сферах. Кроме того, было обращено особое внимание на реализацию программы «Рухани-Жангру», повышение уровня туристической отрасли и, безусловно, решение проблем, связанных с жизнью людей. Это повышение качества инженерной коммуникации, теплообеспечения, обеспечение людей водой, теплом и создание комфортной окружающей среды. О повышении качества жизни населения глава государства говорил и на встрече с Акимом Карагандинской области. Ерлан Кушанов доложил о показателях социально-экономического развития региона. Нурсултан Азабаев подчеркнул важное значение области. По данным Акима, инициативу президента о повышении зарплаты госслужащим в регионе поддержали. С 1 января этого года до 14% повышены доходы более 220 тысяч работников. Кроме того, на 5 и 11% будут снижены тарифы на основные коммунальные услуги. Отдельно президент остановился на вопросах газификации, а также состояния экологии Тимиртау. Карагандинская область имеет большую территорию. Есть вопросы по экологической обстановке в Тимиртау, и эта проблема заботит многих. В Садпаеве нами ранее было принято решение о переселении нескольких поселков. Там будет налажена добыча меди. Все вопросы были урегулированы, но работа идет медленно. Работа ведется, но есть некоторые недовольства со стороны населения. Некоторые хотят получить компенсацию. Все эти вопросы будут решены в этом году. Мы работаем над этим. В этом году мы будем также решать вопросы газификации Караганды и Тимиртау. Будет проведен газопровод. Это поможет улучшить благосостояние населения, решить проблемы с теплом. Вот вы сейчас строите новый центр в Караганде, в районе Юго-Востока. Вы там построили университет, мечеть и жилые дома. Важность своевременной и качественной реализации государственных и отраслевых программ президент подчеркнул на встречу с Акимом Костанайской области. Нурсултан Азарбаев указал на принятие мер по дальнейшему повышению благосостояния населения. По данным Архимеда Мохамбетова, в регионе сохраняется положительная динамика макроэкономических показателей. По сравнению с 2017 годом, промышленность выросла на 8,3%, а строительство на 22,3%. Введено в эксплуатацию около 300 тысяч квадратных метров жилья. Аким также проинформировал президента о развитии автомобильной промышленности и о результатах работы по привлечению инвестиций в реализации индустриальных проектов. Мы прогнозируем рост внутреннего регионального продукта на 5%. По карте индустриализации реализуются 40 проектов стоимостью 2,2 триллиона тенге. Вот некоторые из них. Если мы несколько лет назад производили всего 2, максимум 5 тысяч автомобилей, то сегодня показатель увеличился до 12 тысяч в год. В этом году мы планируем выпустить и продать 25 тысяч автомобилей. По вашему поручению, в части привлечения транснациональных компаний мы привлекли в область компанию SMC, которая входит в китайскую компанию Genertech. Мы подписали в сентябре договор и компания вошла в состав Allure Auto. Сумма инвестиций составляет 407 миллиардов тенге. Теперь самое главное – увеличить локализацию. Сейчас она составляет в среднем 35%. Мы хотим довести до 50%. Касим Сот выпускаете? Он нужен для сельского хозяйства? Нужен, потому что его цена низкая, выгодно приобретать. Помимо этого, мы создаем индустриальную зону. Сейчас есть 11 проектов. Самым крупным является создание сельскохозяйственного хаба. У вас низкие показатели производства собственной продукции в сельском хозяйстве. Новый проект повлияет на улучшение показателей? Да, повлияет, потому что доля занятых в сельском хозяйстве высокая. Например, в сторону Торгая большинство занимается животноводством. По вашему поручению, принята программа развития животноводства. В городе Аркалык развивается месоперерабатывающий комбинат. О ходе строительства основных социально значимых объектов в Туркестанской области президент удаложил Аким регионам. Жен-Сиид Томибаев представил главе государства отчет об исполнении поручения данных на совещании по вопросам развития Туркестана в декабре прошлого года. По данным Акима, на сегодня в регионе насчитывается 1475 многоэтажных жилых домов. Большая часть из них в стабильном состоянии. Одной трети требуется капитальный ремонт. 18 домов признаны аварийными. Текущего ремонта требует около 200 домов. Прошло полгода, как по вашему указу, 19 июня образовалась Туркестанская область. За короткое время мы перевели все административные управления и департаменты. В ходе своего визита 29 сентября вы определили административный деловой центр. После этого мы плотно приступили к работе. 15 октября был объявлен конкурс на строительство основных социальных объектов. 25 ноября получили результаты. 35 стран участвовали. Мы сейчас начали строительство 26 жилых домов. В июне мы сдадим 660 квартир, в августе – 540. Также мы начали строительство зданий Акимата, управлений и департаментов. Налажен в регионе бизнес. На сегодня в области зарегистрировано свыше 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, где занято порядка 200 тысяч человек. Имея выпущено продукции и оказано услуг на сумму больше 300 миллиардов тенге. Продолжаем выпуск. В Актюбинской области не хватает школьных инспекторов по делам несовершеннолетних. Только в городе требуется 11 школьных участковых. После трагических событий в Шалкарском районе в регионе проведены локальные рейдовые отработки. А в школах готовятся провести анкетирование старшеклассников. Елена Устимович расскажет подробнее. Инспектор по делам несовершеннолетних Мольдер Женебек Козе встречается со своими юными помощниками. На повестке дня – трагические события в Шалкарском районе. Школьники в курсе в результате потасовки убит старшеклассник. Кто виноват и что делает, чтобы избежать гибели молодых людей? Активисты высказывают свои мнения. Нам всем известно, что именно в Актюбинской области много таких неприятных случаев. И именно в подростковом возрасте, то есть в школьные времена, многие подростки совершают такие ошибки. И не зная о последствиях. И наша команда учит подростков тому, что мы несем ответственность за свои же ошибки. В свободное время мы должны тратить лучше на спорт и полезное для нас тело. Инспектор признается, вести профилактические беседы со старшеклассниками очень часто не получается. Приходится совмещать работу в еще одной школе. Там сразу несколько школьников, которые стоят на учете в департаменте полиции. Ночные рейды и посещение неблагополучных семей отнимает большую часть рабочего времени. По городу должен работать 81 инспектор, но нас только 70 из них, 58 работают в школах. Есть коллеги, за которыми закреплены по 2-3 школы. Получается, если учебная неделя состоит из 6 дней, значит 3 дня я в одной школе, 3 дня в другой. Количество преступлений среди несовершеннолетних в 2018 году в регионе снизилось более чем на 8%. Но при этом растет число участников подростковых разборок, а также число тяжких преступлений. 8 и 9 лет за убийство получили двое актюбинских парней. Расследование шалкарского дела продолжается. Для выяснения обстоятельств в район выехала областная комиссия. Разработано уже на данный момент анкетирование среди несовершеннолетних 7, 8, 9, 11 классов. Как они хотели бы провести свободное свое время, досуг. А также видели ли вы отношения именно холодных оружий, знакомы ли они, знают ли они за это, что привлекаются к определенной ответственности. Кроме этого, полицейские и прокуроры в данный момент составляют для всех школ перечень запрещенных предметов. Новые правила начнут действовать с середины февраля. Елена Устимович, Болт Молдогалиев, Октюбе, Хабар, 24. Продолжаем тему. На прямой связи со студией исполняющей обязанности председателя комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Ержан Ерсаинов, а также исполняющей обязанности начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Октюбинской области Жанна Макаревич. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время с нами побеседовать. Итак, первый вопрос я хочу адресовать вам, Ержан Ерсаинович. Вот в чем заключается работа школьных психологов и осуществляется ли контроль за их деятельностью на местах? Основной задачей, добрый вечер, Альфия, основной задачей психологов заключается проведение психолого-педагогической диагностики детей с учетом их развития, с учетом их возрастной категории. И, конечно же, работа с педагогами, каким образом обратить внимание на воспитание детей, как работу проводить педагогам с детьми. Кроме того, психологи у нас занимаются и с родителями, потому что основное воспитание ребенка идет из семьи. А вот есть ли дефицит квалифицированных кадров? Дефицит в целом, конечно, он ощущается, потому что если взять в целом на одну школу один-два психолога, действительно недостаточно. Поэтому сейчас нами пересматриваются нормативы по обеспечению психологами в школах. Сейчас планируем ввести такой норматив, как на 300 учеников, одна единица психолога. Жанна, ну вот теперь вопрос к вам. Мы знаем об острой нехватке инспекторов по делам несовершеннолетних, причем подобная ситуация не только в вашем регионе, а в целом по стране. Вот какая работа в этом направлении ведется? Добрый вечер. Да, действительно, на сегодняшний день у нас на 1 января текущего года штатная численность инспекторов ювенальной полиции составляла 178 единиц. Все вы знаете, что в рамках реализации дорожной карты по модернизации органов полиции предусмотрено сокращение штатов, в результате чего 14 единиц школьных инспекторов у нас попадают под сокращение. В результате у нас остается 164 сотрудника полиции на 456 школ в области. Мы выходим из ситуации таким образом, что в районах за учебными заведениями за профилактикой подростковой преступности обязанности возложены на участковых инспекторов полиции. В городской же местности 58 инспекторов у нас обслуживают 126 учебных заведений. То есть на одного инспектора у нас приходится по 2-3 школы. Поэтому, согласно графику, они ежедневно посещают одну школу, на следующий день другую школу. Иржан Ирисович, возможно ли изменить ситуацию, если увеличить штат специалистов по воспитательной работе, а также детских психологов? Считаете ли вы, что профилактические беседы со школьниками и встречи с родителями недостаточно эффективны? Воспитательной работой в школах занимается каждый педагог. Что касается психологов, то увеличение штата психологов позволит изучить каждому педагогу-психологу особенности уже каждого ребенка. В целом, хочу сказать, что родители сейчас очень продвинуты в части воспитания ребенка. Сейчас родители изучают уже и поведение ребенка путем и интернет-пространства, и путем консультации психологов, как школьных психологов, так и практикующих психологов. Поэтому здесь работа должна продолжаться и, наоборот, в этом направлении усиленно продвигаться. Жанна, вопрос следующий вам. Материал нашего корреспондента в Актубе. Речь шла о специальной проверке на наличие у молодежи запрещенных предметов. Расскажите о предварительных результатах этого рейда. В рамках профилактики подростковой преступности нами в предыдущие выходные дни были проведены локальные рейдовые отработки, в рамках которых у молодежи, вообще у граждан, было изъято 77 единиц холодного оружия. Ну, не холодного оружия, а ножей. Но это не у подростков, а у лиц старше 18 лет. Тем не менее, в рамках проводимых мероприятий в органы внутренних дел были доставлены свыше 300 несовершеннолетних за позднее нахождение вне жилища. То есть родители не контролируют, где находятся их дети. Все родители привлечены к административной ответственности. Жанна, 77 довольно такая, ну, не маленькая цифра. Это, получается, с собой носит холодное оружие постоянно эти люди, да? Ну, нет, там разные моменты. Это с начала года выявлено, 77 фактов. Понятно. Спасибо, господа, за ваши ответы. Я напоминаю, что на прямой связи со студией были исполняющие обязанности председателя комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Ержан Ерсаинов, а также исполняющие обязанности начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Октябренской области Жанна Макаревич. В Туркестане ежедневно полицейские и преподаватели выходят на рейды и патрулируют улицы. Такие меры пришлось принять после шокирующего видео с избиением и унижением школьников в областном центре. Подробности расскажет мой коллега Рауль Габитов. Это видео снято одним из участников школьной разборки. На кадрах группа подростков жестоко избивает учеников из младших классов. Что послужило поводом для конфликта, непонятно. На другом видео подростки также подвергают моральному и физическому унижению сверстников. Школьников заставляют садиться на колени и избивают. Судя по диалогу, можно понять, что ребята из двух враждующих микрорайонов Туркестана. Видеозаписи вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Оба инцидента произошли с участием девятиклассников четырех школ Туркестана. Сейчас по данным фактам проводится расследование. Все они посещают школу и не пропускают занятия. Пресекать подростковые преступления в Туркестанской области планируют с помощью рейдов. С пяти часов вечера до поздней ночи полицейские совместно с учителями выявляют детей, разгуливающих на улице без надзора. Три дня провели оперативные мероприятия, не совершили именно правоопорядка. Там доставили 492, не совершили только доставили за позднее пребывание беззаконных представителей. Тем самым привлекли к ответственности их родителей. Также привлекли 27 несовершенств, которые находились в пяти заведениях, игровых клубах. Также мы привлекли к ответственности их родителей. А в Шимкенте уровень детского криминала снизился на 14%. У местных школьников практически нет свободного времени. Досуг преподаватели стараются заполнить творческими мероприятиями и занятием спортом. Заниматься воспитанием детей – прямая обязанность учителей и родителей. Мама и папа должны знать об этом и проводить совместную работу со школами. Наша цель – защитить детей. В Шимкенте и Туркестанской области объявлена декада борьбы с подростковой преступностью. В эти дни проводятся рейды, профилактические беседы со школьниками и различные акции. В Шимкенте студентки одного из колледжа грабили школьниц. Девушки остановили девятиклассниц на улице и насильно забрали у них мобильные телефоны. Пострадавшие обратились в полицию и написали заявление. Подозреваемых задержали в тот же день. Теперь им грозит штраф в размере от двух тысяч МРП, либо ограничение свободы сроком до четырех лет. Подозреваемыми оказались студентки колледжа, которые, применив физическую силу, забрали у школьниц их сотовые телефоны. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК Республики Казахстан. Случаи подростковой агрессии прокомментировала детский омбудсмен Саулия Итпаева. Она рассказала, как не допустить проявления жестокости среди школьников. Эксклюзивное интервью записал мой коллега Асхат Ниязов. Саулим Ахмадзян, добрый вечер. Приятно познакомиться. Тема нашего сегодняшнего разговора. Участившиеся случаи. Может быть, они не участившиеся, может, всегда так было. Но, в общем, сейчас очень много видео появляется каждый день, как школьники друг друга избивают. Когда привязывают к столбам изнасилования различных в регионах. Что это такое? Это реально сейчас какая-то вспышка? Или всегда так было? Или просто за счет социальных сетей это все вот сейчас распространено? Однозначно ответить, это социальная вспышка или нет, невозможно. Мы всегда оперируем официальными статистическими данными. Вот те области, которые сейчас в средствах массовой информации идут, это Туркестанская, Карагандинская, Актюбинская области. Если брать по уровню на 10 тысяч населения, то вы сами объективно знаете, что население там намного больше, миллионы, в сравнении с североказахстанской областью. Но парадокс в том, что на 10 тысяч населения в североказахстанской области, к примеру, как маленькая область, но на поплотности там правонарушений больше. Другое дело, что сейчас через средства массовой информации соцсети передают снимки, фотоснимки, либо отдельные какие-то диалоги и так далее. И благодаря этой информации общество взбудоражено, что такое произошло. Но сам анализ статистических данных, я оперирую статистически, говорит, что за 5 лет с 2012 по 2018 год у нас произошло снижение. И огромное снижение. Вот если брать, у нас снижение уровня преступности с 2012 до текущего, вот 2018 завершился, снизилось на 36,8%. Преступности в целом или детской? Детской, детской я имею в виду в отношении правонарушений совершенных. Но если брать по тяжести, по квалификации, то больше стало именно правонарушений в отношении личности. И вот это, конечно, настораживает нас всех. Вот вы, как амбудсмен, будете сейчас в ближайшее время какие-то действия предпринять? Потому что в тех же социальных сетях пишут, куда смотрит амбудсмен, где наш амбудсмен, что с подростками происходит. Вы что можете на это ответить? То есть будут какие-то действия предприниматься? Обязательно. Знаете, действие выражается как в действии, так и в тех действиях, которые не видны. Вот посмотрите, к административной ответственности у нас за прошлый год привлечено за мелкое хулиганство 946 детей. А сейчас вот любого, вот моя задача, я себе какую задачу ставлю? Чтобы каждое министерство, ведомство действительно выполняло свою работу. То есть я работаю через них, чтобы они выполняли свою задачу. И я вижу так, что вот эти 946, они мне за каждого персонально должны сказать. Вот это да, это вот этот. Сейчас у него вот наладилось. А у этого не будет это наладить. Почему? Потому что у него отец не работает, мать там мать. Ну, к примеру. Это происходит? Это должно быть так, и я к этому стремлюсь. Последний вопрос. Вот вам, как детскому областмену, вы считаете, что сегодня подростки, молодежь стали агрессивнее? Я бы не стала делать такой общий вывод. Можно это персонально какой-либо личности рассматривать. А если в целом, что их стало больше агрессивных? Вы знаете, у нас очень много молодежи талантливой, доброй, которую нужно видеть. Вообще в любом человеке, в любом ребенке нужно научиться видеть хорошее и пробуждать это. У меня на этом все. Спасибо вам за откровенный разговор. Другим темам. Задержанным в Алматы террористам давали установки из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель председателя КНБ Казахстана Нургали Хабелезбеков на расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента страны. По его словам, в Казахстане сегодня довольно высокий уровень террористической угрозы, несмотря на заявления всех стран коалиции, США и России, о том, что сейчас все вопросы по Сирии закрыты. Подробности у Татьяны Ковалевой. По шкале 10, вот ваша служба, как оценивает сегодня уровень террористической угрозы и рост экстремизма? Казахстан находится в орбите террористических организаций, поэтому угрозы подобного рода в нашей стране довольно высоки. Такую формулировку на вопрос до Регины Зарбаевой дал заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Белезбеков. В подтверждение тому представитель КНБ привел пример недавнего задержания иностранных граждан в Алматы. Выходцы из Центральной Азии подозреваются в подготовке терактов в Казахстане. По версии следствия, задержанные лица действовали по заданию под руководством пребывающих за границей боевиков. С учетом ситуации в зонах конфликта, прежде всего это Ближний Восток, Сирия, Ирак, Афганистан. И в регионе тоже есть вызовы определенные. Мы, конечно, оцениваем как достаточно высокие угрозы. К сожалению, мы находимся в орбите интересов международных террористических организаций, о чем свидетельствует факт задержания группы в начале января в городе Алматы. Ими фактические установки давали из-за рубежа проведения терактов на территории Казахстана. Цель, понятно, здесь дестабилизировать обстановку, посеять хаос. И самое главное, обозначить, что продолжают они функционировать. Даже в тех условиях, когда сегодня мы считаем, что вроде бы в Сирии вопросы все почти закрыты. Об этом заявляют и страны коалиции, США и Российская Федерация с партнерами. По словам Нургали Белезбекова, террористические организации сегодня выбирают новые методы ведения войны. Если раньше конфликты носили открытый характер, то сейчас террористы ориентируются на партизанскую войну в зонах конфликта. Обсуждая проект закона о ратификации соглашения государств, участников Содружества, независимых государств, сотрудничестве и материально-техническом обеспечении, компетентных органов, ведущих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, Мухтар Кулмухамед отметил, что Казахстану нужно как можно скорее принять это соглашение. Парламенты пяти стран из семи уже рассмотрели и приняли этот документ. С учётом международной нестабильной террористической обстановки, я думаю, это необходимый шаг. Большое беспокойство вызывает ситуация в Афганистане. Американские войска покидают эту страну. И влияние приверженцев движения «Талибан» снова усиливается. Есть данные, что 40 руководителей ТГИЛ вышли на свободу и продолжают свою деятельность. В связи с этим надо рассмотреть и принять этот документ. А подразделения, которые борются с терроризмом, оснастить необходимой техникой. По данным КНБ Казахстана, в зонах конфликта продолжают оставаться больше 300 граждан Казахстана. Около 100 из них – боевики. Среди них есть и казахстанские женщины, которые не просто поехали за мужьями, а вовлечены в экстремистские процессы. Поэтому в случае их возвращения в страну уголовной ответственности им не избежать. Татьяна Ковалёва, Ерзат Зайдхан, Хабар-24. Спецслужбы Казахстана обратились к иргызским пограничникам с просьбой применять оружие только в исключительных мерах. Напомню, накануне трое мужчин незаконно перегоняли лошадей через госграницу в Казахстан. При попытке задержания они оказали сопротивление. В результате один из нарушителей был ранен, а позже скончался. По данным зампредседателя КНБ Дархана Дельманова, мужчины являются гражданами нашей страны. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение государственной границы. Они делали это неоднократно и были условно осуждены на шесть месяцев. Как отметил Дархан Дельманов, проведены совместные разбирательства, в том числе на уровне военной прокуратуры и МВД обеих сторон. Стало известно, что нарушение границы произошло на горных участках, не обнесенных забором. При этом речь идет о 10-15 головах скота. Отмечу, два нарушителя, скрывавшихся сразу после происшествия, задержаны. Мы требуем, чтобы впредь, последним, не было такого применения этого оружия. С коллегой я с Кыргызским переговорил, и мы в ближайшее время планируем обязательно встретиться. И мы это будем поднимать на очень высокий уровень, я имею в виду до руководителя пограничных ветосов Кыргызстана. И это будет одним из главных вопросов по применению оружия. Мы надеемся, что они нас услышат и поймут. Число погибших по итогам недели антиправительственных протестов в Венесуэле достигло 35 человек, 850 задержаны. Об этом сообщили представители местных правозащитных организаций. Самопровозглашенного лидера страны Хуана Гуайдо это не останавливает в своем твиттер-аккаунте. Он призвал жителей устраивать манифестации каждый день. Накануне его сторонники пообещали военнослужащим освободить их от судебного преследования, если они примкнут к оппозиции. Пока заверения об амнистии не сработали, военные по-прежнему поддерживают президента Мадуро. О новых витках венесуэльской драмы расскажет Женя Уразымбетова. Женя, ну что происходит в стране? Назвав этот кризис драмой, вы не ошиблись. Каждый день стороны конфликта наносят друг другу новые удары. Это и экономические санкции, и угроза военного вторжения США. Подробнее об этом через пару секунд. Кризис в Венесуэле снова главная тема всех мировых СМИ. Сегодня обсуждается возможность введения в страну американских войск через Колумбию. Причиной таких слухов стал блокнот помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. На пресс-конференции по ситуации в Венесуэле политика сфотографировали записной книжкой, в которой фотографы разглядели надпись «5 тысяч военнослужащих в Колумбию». Провокация или фейл политика? Теперь остается гадать. На соответствующий вопрос журналистов Болтон ответил уклончиво. Но все-таки подлил масло в огонь, сказав, что все варианты рассматриваются. А вот Колумбию, видимо, предупредить забыли. Что касается упоминания Колумбии в блокноте Джона Болтона, то смысл и причины такого упоминания нам неизвестны. Колумбия будет продолжать вести постоянный диалог с Соединенными Штатами по всем вопросам, представляющим общий интерес, и сотрудничать с этой дружественной страной в двусторонних, региональных и глобальных вопросах. В свою очередь, самопровозглашенный, исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо сказал, что не сторонник подобного метода решения проблемы. Выбор между правительством Мадуро у власти и военного вмешательства США он назвал сложной дилеммой. Этот вопрос выбора очень часто всплывает в последние дни, и это ужасно сложная дилемма. Чего хотят жители Венесуэлы? Жить в нищете, чтобы их дети побирались на улицах без образования? Или экстремальный вариант военного вмешательства? Мы не хотим ни того, ни другого. Помимо намеков, Вашингтон действует экономически. Накануне вечером США ввели санкции против государственной нефтедобывающей компании «Петролиус де Венесуэла». Согласно официальным данным, американские компании могут вести сделки с венесуэльским нефтяным гигантом, но полученные от них деньги нужно будет отправлять на специальные счета, которым доступ у официального Каракаса закрыт. Сообщается, что в общей сложности заблокировано 7 миллиардов долларов активов, а еще 11 миллиардов составляет потери в поставках нефти. Таким образом, администрация Трампа хочет усилить давление на Мадуро. Он, кстати, уже выступил с официальным ответом. Мы продолжим разоблачать коррупцию Мадуро и его приспешников, и сегодняшние действия гарантируют, что они больше не будут расхищать достояние венесуэльского народа. Они незаконные, приняты в одностороннем порядке, аморальны и преступны. Этими мерами американцы пытаются украсть у нас часть компании. Будь на чеку, Венесуэла. Министр нефти Венесуэлы по совместительству глава нефтяной компании Мануэль Кеведо заявил, что активы одной лишь дочерней организации не оцениваются в 7 миллиардов долларов, если только Гуайдо и его сторонники не пытаются распродать ее как часть платежа. Они пытались захватить Ситгоу во что бы то ни стало на протяжении всех этих лет. Сегодня они пытаются сделать это с помощью предательской акции венесуэльской оппозиции. Они платят дьяволу венесуэльской нефтью. Введение санкций уже осудили в ряде стран, в их числе и Россия. Остальные государства-союзники эти меры США поддержали, в надежде, что они помогут завершить диктатуру Мадуро и принесут демократию в страну. Что касается возможного военного вторжения в Венесуэлу, тут не все так просто. Аналитики и специалисты по Латинской Америке уверены, это большая ошибка. Я очень хочу верить в то, что администрация Белого дома понимает, военное вторжение в Венесуэлу обернется катастрофой. Даже сами попытки запугивания вторжением абсолютно непродуктивны и должны быть сразу сметены. Такое нельзя рассматривать как возможный вариант действий. Скорее всего, Вашингтон не решится на прямую военную конфронтацию с Каракасом. Армия, поддерживающая Мадуро, хорошо вооружена, обучена и многочисленна. И потому она может оказать серьезное сопротивление, которое обернется большими потерями с американской стороны, что абсолютно неприемлемо для Белого дома. У меня на этом все. Передаю слово Вова. Спасибо, Женя. О ситуации в Венесуэле рассказала Женя Урозенбетова. Вернемся к главной теме выпуска. Участники массовой драки среди подростков в Караганде поставлены на внутришкольный учет. Установлено, что конфликт произошел между учениками двух общеобразовательных учреждений города. Напомню, инцидент случился в выходной день возле пиццерии. Родители ребенка, который получил побои, написали заявление в полицию. Началось досудебное расследование по статье «Хулиганство», совершенное группой лиц. В обеих школах состоялось экстренное заседание советов по профилактике правонарушений, где было принято решение поставить участников драки на внутришкольный учет. С детьми и их родителями будут работать индивидуально педагоги, психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних. Если учеником нарушается неоднократно правило внутреннего трудового распорядка, данная комиссия готовит документы на комиссию по делам несовершеннолетних при районном Акимате. По мере нарушения ребенку делают предупреждение или же отправляют его в специализированную школу. Пресекать детскую жестокость и агрессию в любых проявлениях и занимать все свободное время школьников полезным досугом. Только так можно бороться с набирающими оборотами случаями подростковой преступности, считают уральские педагоги. К слову, в областном центре только за прошедший год 94 преступления, подпадающих под статьи Уголовного кодекса, совершены подростками. Моя коллега Батагос Базарбаева расскажет подробнее. В полицейской статистике подростковой преступности больше всего краж. Следом идут грабежи и хулиганство. В уголовных делах в прошлом году фигурировали 27 школьников, 102 подростка. Сейчас на учете ювенальной полиции. В основном, конечно, данное преступление совершается лицами из неблагополучных семей. Их за истекший год на учет был поставлен 52. В целом, это около 180 несовершеннолетних было поставлено на учет. И, конечно, это, к сожалению, выходцы из дальних районов, там, где материальное положение все-таки хуже, чем в остальных. Жанна Азаматова – мама троих сыновей. Мальчики занимаются всеми видами восточных единоборств. Бегом, плаванием и футболом дома – коллекция из медалей мировых, европейских, азиатских и республиканских соревнований, рассказывает она. Спорт дисциплинирует, считает Жанна. После уроков у детей не должно быть времени на соцсети и компьютерные игры. Сейчас очень много соблазнов для детей, очень много. И иногда вот смотришь по дворам, ходят очень хорошо одетые, вроде бы обеспеченные дети, а в руках с пакетиками. Это очень страшно. Я очень сильно этого боюсь. На тренировке это сразу видно, у них уже не то. И потом тренер с них выбивает дури, и у них пропадает полностью желание курить. Даже вот эти, как там, новые сейчас вышли вейпы. Это страшно. Поэтому лучше пусть занимаются. И я так думаю, что в будущем они мне еще скажут спасибо. Девятиклассник Арзу шестой год занимается каратэ. На татаме пришел, чтобы уметь постоять со себя. Юноша признает, жестокие видео школьники передают по мессенджерам. Для некоторых компаний это руководство к действию. На ученике много таких ситуаций будет, как пристают, маленькие пристают, деньги отнимают. В школе такой тоже не раз был. И я тоже когда видел, я не обходил стороной заступок. Потом они начинают думать, что они самые сильные, могут приставать к слабым. Как сказать, у них только дух хватает, надо к слабым лезть. Жестокость проразвает жестокость. Неважно, родители, педагоги. Любой взрослый должен пересекать жестокость. Плохое обращение с природой, с младшими, с животными, с одноклассниками, просто с верстниками. Если это не пересекается, а просто стоит немое наблюдение, равнодушие, или же просто безразличный уход от этой проблемы, от этой картины, он считает, что это дозволительно. Педагоги уверены, агрессивные импульсы контролировать можно и нужно. А подростковые комплексы, которые маскируются грубостью и жестокостью, лечатся вниманием и правильным воспитанием. Главное, не пропустить тревожные звоночки. В итоге с Базарбаева была Чарлгасовка, Нат Махмотов, Уральск, Хабар, 24. Тему подростковой агрессии в программе интервью продолжит моя коллега Гаухар Сарсимбаева. Да, Альфия, действительно, сегодня у нас в гостях Дана Наурсбаева, психолог. Подробнее об этом поговорим. Гаухар, у меня вопрос к вашему гостю. Вот, Дана, в чем все же природа агрессии, ее первопричина? Ну, первопричина агрессии, я вижу, в первую очередь, это в семье. Это когда родители применяют авторитарный вид воспитания. Когда родители не интересуются, чем увлеченных ребенок, его желания. Они навязывают то, что считают сами правильным. Ну, да, мы подробнее об этом поговорим чуть позже. Итак, добро пожаловать в нашу студию, Дана Исмакзановна. Я хочу все-таки продолжить, да, вот этот разговор. Вот вы говорите, что первопричина все-таки в семье. А как же окружение? На чем основано ваше мнение? Давайте сначала вернемся в семью. Вот возьмем такую среднестатистическую семью, где родители, несколько детей у родителей. У них нет времени, чтобы уделить внимание каждому ребенку. Им хочется быстрее-быстрее разрулить эту ситуацию, чтобы он учился хорошо, чтобы он был послушным, чтобы он одет, чтобы он не сидел за компьютером по три часа. То есть они начинают на него давить. Когда у них не получается, они начинают агрессивно, агрессивно где-то бить, унижать, оскорблять. Потому что по-другому они действовать не умеют. Как правило, это лежит, если заглянуть в историю родителей этого ребенка, как правило, там очень их детская тяжелая история. То есть эта модель воспитания повторяется из поколения в поколение. И вот такая вот цепная реакция идет. И что такое ребенок? Вот он обиженный, оскорблен, унижен. У него начинает накапливаться обида. Обида за то, что самые любимые люди, это его родители, папа и мама, его не понимают. А к кому он еще пойдет? Ответить он им не может. И вот эта обида копится. Копится обида, и накапливается такое невыносимое... Эта энергия обиды, она никуда не девается. Невыносимо ее таскать с собой, вынашивать. Те детки, которые более таким сильным психотипом, они начинают проявлять это в виде агрессии. Они выходят в общество, находят слабых, младших деток. То есть проецируют пережитое в семье уже на, так сказать, на младших, на тех, кто слабее. Да, они копят это напряжение. Это напряжение очень тяжело переносится этим ребенком. Это напряжение нужно выбросить, иначе просто им невозможно жить с этим напряжением. Они находят слабых или какой-то повод для того, чтобы выплеснуть эту агрессию. Эта агрессия идет наружу. Есть детки, у которых все-таки послабее психотип. Вот такие детки, они больше впадают в депрессию. То есть они не справляются с этой нагрузкой большой, и они впадают в депрессию. И вот так вот получается. Ну вот смотрите, если, например, считается в раннем возрасте агрессия, это все-таки элемент развития, то что делать, если уже и в старшем возрасте тоже не проходит все это? Каким же все-таки методом здесь лучше действовать, так сказать? Методом кнута или пряника подавлять эту агрессию, или как-то нужно искать другие подходы? Здесь часто ко мне приходят родители с детьми на консультацию, и приводят детей, говорят, вот мой ребенок, вот он вот такой весь, или замкнутый, или наоборот агрессивный, поработайте с ним. Я родителям объясняю, ребенок – это производная родителей. То есть корень, причина лежит в родителях. Работать нужно с родителями. То есть родитель должен понимать, это его какое-то проявление дало вот такую реакцию ребенка. То есть что-то он такое делает, что ребенок реагирует на его действия таким образом. Родитель старше. Неважно, сколько ребенку лет, то ли это маленький ребенок совсем, то ли это подросток. Если даже этот подросток под два метра ростом, если это девушка уже совсем зрелая, они все равно остаются детьми. У них незрелая психика, эмоции настолько противоречивые. То есть всегда причина всему старший. Старший родитель должен искать причину в себе, работать над собой, анализировать. Почему? Потому что он, как я говорю, чем мы больше давим на ребенка, он как пружина. Чем больше давишь на пружину, тем больше идет отдача. Вот эта вот агрессия. Чем больше мы агрессируем авторитарно, давим на него, тем больше идет обратная реакция. Поэтому нужно что делать? Поэтому нужно анализировать, работать над собой. Это вот психологическая незрелость родителей. И когда они приходят, я больше уделяю внимание все-таки родителям. Мы разбираем. Мы разбираем их тяжелые детские истории. Потому что, как правило, у родителя очень история тяжелая. Детская история тяжелая. Ну, согласитесь, не каждый родитель вообще захочет обращаться к психологу. Вот такой вот стереотип. Психолог это уже что-то как бы не норма. Не норма, да. Но постепенно востребованность психолога растет. Сейчас все-таки, как правило, приходят детки, когда уже совсем вот запущенный вариант. Вот она потерялась совсем с суицидальными наклонностями, с суицидальными мыслями, с попытками даже суицида. Очень много таких детей вот прям в последнее время. Ну вот возвращаясь к теме агрессии, да, вот мы видели, вот коллеги подготовили несколько материалов. То есть это в последнее время стало не просто бытовой, на бытовом уровне. Это стало уже социальной проблемой. Но получается, что это вот поощрение сверстников, да, вот приводит к тому, что, ну, на одного нападает толпа. То есть как бы вот, знаете, как правило... Как они находят единомышленников? Как правило, вот в этой толпе, которая нападает, один лидер. Один лидер самый агрессивный, самый вот такой вот сильный психотип. Вот если из этой толпы извлечь этого вот этого лидера, остальные, средний такой психотип, они идут за сильным лидером. Если удалить сильного лидера, они уже из себя ничего не представляют. Они не будут так агрессировать. Или направить этого лидера все-таки в мирное русло. Но это сложно направить. Да, это под силу школьным психологам. И все-таки еще раз хочу заметить, что школьные психологи чаще выпускники университетов. У них очень мало практики. И справиться с таким большим количеством детей в школе сложно. И еще раз повторяюсь, работать, я считаю, правильнее все-таки с родителями. Потому что родитель приходит все равно домой. Ой, ребенок приходит домой, он большую часть времени проводит дома. То есть работать больше нужно с родителями. Насколько это возможно? Нужно даже в школьный психолог, чтобы если приходит ребенок, чтобы он приходил с родителями. Работа должна идти и с ребенком, и с родителем. Все-таки у нас немного времени осталось. Какой совет вы бы дали родителям? Родителям. Как воспитать ребенка, за которого было бы не стыдно? Ну, во-первых, хочется, чтобы родитель в первую очередь решал свои внутриличностные проблемы. Пока он не решит свои проблемы, он так и будет вести вот такой авторитарный вид воспитания. Уважать границы ребенка, интересоваться его интересами, давать возможность ему выговариваться, интересоваться его внутренним, с кем он дружит, чем он увлекается. То есть быть ему другом, не над ним, а вот быть с ним наравне. Почаще говорить, что люблю, почаще обнимать его, это такие уже известные истины, но без них мы никак и никуда. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. А я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях была психолог Дана Наур-Избаева. Альфия, слово вам. Гаухар, спасибо. Через мгновение продолжим. Не переключайтесь. Ватраука-воркинг-центр, созданный при областной универсальной библиотеке имени Габдула Асланова, превратился в любимое место гаража. Большинство посетителей – дети и подростки. Для них созданы все условия для подготовки к экзаменам, написания дипломных работ, создания творческих проектов. Центр также удобен для проведения досуга в свободное время детей. Он полностью оснащен интернетом. Там имеются различные интеллектуальные игры. Также школьники могут делать домашние задания и готовиться к урокам. На сегодня в Ватрау имеется два каворкинг-центра, а в районных центрах – семь. Открытие каворкинг-центра положительно сказывается на детях. У них здесь имеется свободный доступ к интернету, и они могут получать всю нужную им информацию. В будущем планируем расширить этот центр. Звериный стиль, который подробно описал глава государства в своей статье «Семь грани великой степи», развивается по сей день. Раньше мастера прикладного искусства передавали свои знания из поколения в поколение. В современных реалиях дети учатся искусству предков в специальных кружках. Николай Путилин продолжит тему. Айбен Мейрам – ученик пятого класса одной из средних школ города. В кружок прикладного искусства парень ходит на протяжении года. За это время он научился мастерски вырезать деревянные фигурки животных. Из этого куска дерева школьник изготовит деревянного тигра. На это он планирует потратить неделю. Сам по себе тигр мне очень нравится. С самого начала я пытался его вырезать, но получается сделать только сейчас. Своему младшему брату я уже смастерил много животных, только тигра не хватает. Чтобы порадовать братишку, и сделаю эту фигурку. Вместе с Айбеном в секции прикладного искусства у мастера Руслана Жунусова обучаются еще 80 человек. Одно из главных правил этого кружка – отразить дух великой казахской степи в каждой работе. Я стремлюсь как можно больше охватить детей, чтобы, конечно, они все вырезать не будут, но хотя бы чтобы у них было представление о том, что есть такое направление в искусстве. Ну, а вообще, откуда оно идет, истоки? Истоки – это от наших предков. На территории Казахстана делались в 20 веке археологические раскопки и были сделаны величайшие, можно сказать, открытия. Были найдены, ну, были вскрыты курганы, древнее захоронение саков, и там были найдены изделия из золота, из дерева, из кости, из войлока, где был определенный свой стиль. Этот стиль называется сакский звериный стиль. Руслан Женусов занимается изготовлением миниатюрных скульптур более 30 лет. Все это время он изучает культуру и искусство древних народов, проживавших на территории Казахстана. Одним из ярких доказательств высочайшего уровня прикладного искусства Руслан считает статую золотого человека. Даже по головному убору было понятно, что у людей того времени было четкое представление мира. Там были изображения копытных животных, изображения хищников, антропоморфные, то есть изображения человека. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди четко представляли, что есть средний мир, есть верхний мир и есть нижний мир. О культуре и ценностях жителей Великой Степи можно говорить бесконечно, а на деле сделать так, чтобы их знания достались следующему поколению, не так-то просто. Сохранением национального наследия и занимается Руслан Женусов. Николай Путилина, Эду Симбаев, Хабар, 24, Астана. Это была последняя информация выпуска. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok